Выбежала, бегу, и я уже вижу дым. И возле подъезда стоит дочка, внучка. Я только одну внучку вижу, и вижу Мартин, сын. Он стоит, а младшую внучку не вижу. И Мартик, он возле меня бегал. Ну, то есть я младшую внучку не вижу, и все. Я к дочке спрашиваю, она кричит, просто кричит мама. Я туда, и он за мной, он все время со мной. Потому что у нас 9 лет, он постоянно с нами. Он туда вернулся, и я опять за ним, но его уже не могли не звать ничего, он не выбегал, когда пожарные приехали. Хозяйка говорила нам о том, перед тем, как мы пошли в подъезд, о том, что находится, возможно, собака, потому что не могут ее найти. Ну и уже акцент сам непосредственно был поставлен на поиск собаки и тушение очага, сгорание. Ну, отправили два звена в саму квартиру, начали поиск собаки, непосредственно очага, и подали ствол. Было очень сильное задымление, ползком на ощупь искали собаку. Но в момент, когда я ее нашел, увидел окно, открыл окно, передал другим спасателям, которые находились с другой стороны дома. Сам уже вышел из квартиры, побежал к собаке. В момент того, когда я прибежал, она лежала на земле, я открыл пасть, поднял одну лапу, лежала на боку и начал, получается, как обычному человеку проводить непрямой массаж сердца. Вот. И таким путем она в течение 10 минут пришла в себя и уже подавала признаки жизни. У меня даже слов нет, потому что это люди, это с большой буквы. Те, кто спасатели, на самом деле. Я просто не помню, но мне уже это сказали, что я потеряла сознание. Меня на руки они взяли, они несли на руках. Это люди. Это к Мартину нашему три человека. Ну, вы всегда вовремя. Спасибо вам всем. Спасибо большое. Я не знаю, ну, я не знаю, как благодарить. Серьезно, ребята, вы такие молодцы все. Спасибо.